Привет, я вам обещал видос из офиса ДОДО. У меня вот тут компаньон Дима Павлов. Кто ты? Что ты? Я помогаю тебе сделать съем. Должность-то у тебя какая? Да что такое за продуктов, отвечаю. Привет, друзья. Смотрите, прежде всего нас встречает приятная девушка вот тут. Но поскольку мы снимаем вечером, девушка уже ушла домой пить чай. Но так здесь сидит Мария, наш офис-менеджер. А еще здесь вот такое цифровое табло с нашими циферками. Количество заказов, видите, 500 заказов в минуту. Прямо сейчас где-то появись. Вот сейчас появится количество стран, точек, людей у нас в команде. И наши пиццерии, дринкеты по всему миру. А еще вот здесь вот лампочки, когда мигают и зажигаются. Это означает, что новый заказ у нас в системе. Видите, прям сейчас кто-то заказывает в Москве. Вот плотность точек. И даже на Дальнем Востоке кто-то заворачивает. Я знаю, что хотел еще добавить, что ДОДО открытая компания. И мы не стесняемся показывать цифры. Все в открытом виде. Эта страничка даже можно ее в интернете открыть. И просто со своего компьютера посмотреть. Давай, погнали дальше. Что у нас тут интересного? Пойдемте тогда по ходу дела. Здесь у нас календарик с днями рождениями сотрудников. И с какими-то событиями знаковыми. Каждый месяц его стирает. Офис-менеджер заново рисует. Можно посмотреть на аватарки людей. Когда у кого день рождения. И сегодня какой день недели? 20 какой-то. А я сейчас посмотрел. 27-й. 27-й Максима у Жени. Если знаете Женю Максима, напишите им. Поздравьте их с днем рождения. Закажите им пиццу. Им будет приятно. А здесь зарисовки из нашей международной жизни. Вот Китай, пожалуйста, пиццерия. Донор 42. Первая концепция выглядела. Вот это историческая пиццерия Первомайка 85 Сыктывкар. Первая пиццерия, с которой все начиналось. У нее сейчас реновация прошла. То есть она выглядела не так. Я видел, да. Да, она там спускается. Подвальный этаж есть и второй этаж. Сейчас она прям реально супер классная. Кучу выручки делает. И постоянно продолжает расти. Такое знаковое место. У меня есть футболка, на которой до реновации. Да, да. Вот Вьетнам. Двухэтажная пиццерия в Хошимине. Первая. Очень красивая. Нет, там прям вообще. И Нигерия. Пиццерия прям в контейнере в морском. На самом деле в Нигерии проблема с помещениями. Поэтому партнер просто взял этот транспортный контейнер. Это очень крутая история. И просто как это. Вот пиццерия в контейнере. Программисты, привет. Вот докер, вот он прям здесь. Фото с открытия. Надо подписаться на инстаграм. Запрещенный в нашей прекрасной стране Dodo Pizza NG. И там будет просто супер клевый контент. Они очень жизнерадостные и умеют очень топовый контент снимать. Танцуют они вообще пушка. Я так увлекся, когда я все смотрел. Ну погнали. Здесь у нас... Не, вот это главное. Смотри. А, это же очень интересно. Комната звукозаписи. Заходим. Включаем свет. Вот такие переговорки. Вообще кайф. Если бы мы были с Андрюхой старыми душными пердунами, мы бы сидели здесь и записывали подкаст вот здесь. Говорили в микрофон. Как тебя по отчеству? Николаевич. Андрей Николаевич, позвольте задать вам вопрос. Но поскольку мы нормальные прогрессивные люди, мы будем с вам ходить и показывать контент. Здесь, соответственно, синтезатор, барабанная установка, гитары. Возможно, есть даже гибсон или фендер. Не знаю. И можно... Здесь реально звукоизоляция. То есть можно закрыть дверь и орать здесь никто не услышит. Серьезно? Да, да, реально. И стенки толстые. То есть ты можешь здесь орать. А, то есть это прям звукозаписи. Мы, когда этот офис брали, заселяли, здесь ничего не было. Мы по agile устроили офис. Здесь было пусто. И мы вот недавно только ремонт сделали. Поэтому здесь, если надо уединиться... До трех часов это можно бронировать как переговорку. После 15.00 только музыканты. Понял. Я видел Алену здесь подкасты, да, пишут? Да, да. Здесь у нас как бы своя. Вот. Это комната для медитации. Если вдруг надо помедитировать. Тут света нет принципиально. Заходи, наверное. А все видно. Можно просто лечь и помедитировать. Можно стоя помедитировать. И вот просто здесь такие, типа, как диваны. Называется она как-то синяя гусеница, по-моему. И здесь приглушенный свет. И где-то есть кнопка, он периодически меняется. То есть тут синий, зеленый, красный. Ну, тут это RGB как бы переважка. Да, да, да. Вот эта лента, короче, лет. И там, видишь, с фоткой занято, открыто. Можно переключиться. Вот, видишь, занято свободно и медитировать. Вот. Кайф. Дальше? Да. Здесь у нас по кругу. Здесь живет Кепстер. По кругу. Я даже не заметил. Раньше здесь был спортзал. Но команда Донор 42, а ныне Кепстер, решила эту комнату реквестировать. Вот здесь есть прекрасное украшение нашего офиса. Здесь мы проводим конкурс. Главный шашлычник района. Кто-то, правда, сломал защитника, надо купить нового. И там. Что за люди, а? И можно реально поиграть. Мы, кстати, на эту штуку сами скинулись, на авито нашли и купили эту штуку. Дорого? Нет, что-то там 20. Ну, дешево. Вообще, да. И привезли, и играем. Ну, и вот здесь виды на невыносимую историю. Мы сейчас сегодня покажем с веранды наш вид со старого офиса. Это вот виды с центрального офиса. Ну, поскольку здесь был раньше спортзал, здесь зеркала висят. То есть, когда ты там бицуху делаешь, можно посмотреть. Типа, чтобы смотреть на себя. Как ты делаешь присед. Визуально дрочить, ладно. Давай не будем обманывать. Не, вот так вот показывать бицепс, и в зеркале кажется, как будто ты рельефный. И целовать себя еще. Вот, а тут, кстати, блин, сейчас. Тут же была фотка Арни. Ну, вот. Почему это спортзал? Ну, вот примерно так вы выглядите в зеркале утром. Так, ну, классно. Идем дальше. Ребята, я хочу, чтобы вы понимали. Я специально Диме сказал, делай экскурсию так, как будто я вообще здесь ни разу не был и ничего не знаю. Поэтому так подробно. Мне вот это очень понравилось. Коробки. Начинали вот с таких. Там были желтая, оранжевая и зеленая. Для размера пиццы средняя, маленькая и большая. У нас три размера пиццы. И было раньше очень удобно, ну, визуально их отличать. Потом коробки менялись. На таком картоне тестировали. Это первая коробка для закусок. Вот такие у нас. Такой был брендбук, такой дизайн. Сейчас уже обновили. Я помню его. Это в Китае мы такие пробовали коробки запускать. Ну, такие вот с InTime. Такой китайский дизайн. Это потом пошли коробочки такие с пасхалочками. Здесь сказали больше 50 пасхалок. Можно найти отсылки к фильмам, к мультикам, к сериалам. Вот, так что вы можете купить. Мне она очень нравится. Очень сильно. Потом у нас пошли коллабы. Мы взрослели. У нас Дюна. У нас в приложении была карточка пиццы Дюна. Такой с эффектом параллакса. И фирменная коробка, тут стикер-пак и прям прикольная история. С Киберпанком. Классная игра. Очень люблю. Я себе заказал и у меня личная коробка Киберпанка лежит в офисе. Все жду, когда станет раритетом. Лет через 20 продам на Авито. Кайф. Вот. Ну вот. Фанаты тоже. Хонкай Старрэйл, по-моему. И уже детские сейчас пиццы тоже. Фиксики были еще с динозавриками. Пицинку поможешь на язык? Кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Каждый день слушаю в машине. А это вот китайские коробки для пиццы 4 кусочка 8. Большие у нас были. Ну, такой большой. Вот это прям очень кайфово. Они прям реально топовые. Много-много экспериментов делали. Вообще, короче, про коробки могу долго рассказывать. Но, короче, чтобы придумать новую коробку, это там недостаточно просто ее нарисовать. Надо посмотреть картон, какой он толщины. Не будет ли там он слишком размокать от влаги и жира. Как он будет сгибаться. Насколько в пике его будет удобно складывать. Короче, это целая история. О, первая в мире еще молекулярная пицца, которую придумал искусственный интеллект. Тоже мы для нее сделали такую коробку. Ну, такая больше хайповая история была. Но вот здесь такой небольшой музей. Это не все коробки. Еще все в старом офисе покажем. Но просто понять наш масштаб. Сейчас я такой обзорчик сделаю. А, по-моему, библиотеку. Что, мы уже по ходу ходим. Здесь библиотека. Камин искусственный. Можно сесть и представить себя Шерлок Холбсом. Доктор. Меня все беспокоит. Что вы мне посоветуете? Я выгораю от лупа. Смотрите, вот женщина. Но все прилично. Как говорится, все места закрыты. И, в общем, можно здесь посидеть, помедитировать. Короче, в библиотеке у нас нельзя разговаривать. Но сейчас можно, никого нет. Нельзя здесь проводить встречи. Здесь место просто такое тишины. Просто садишься за стол. Можешь спокойно поработать. Что-то почитать. Вот, книг. Мне кажется, за всю жизнь столько не прочитаешь. Это еще офлайн. А у нас еще в два раза больше в электронной книжной библиотеке. На Google диске. Вот. А, слушай, это кто рисовал? Это, кстати, художники? Или это, не знаю, талантливые дети? Вот это Галя Витошкина, наш HR-директор, рисовала. Да? Да, что-то рисовала Тамара Шайдулина. А что-то... Вон Тамара, Тамарина рисунки. А что-то не знаю, кто рисовал. Ну, вот Галя написана. Тут была Галя, это Галя рисовала. А что-то просто, возможно, нам дарили. Вот это очень нравится. Да, это, по-моему, кто-то нам из фанатов подарил. Вот, кстати, наш изначально старый офис в Москве. А сейчас пойдем туда. Вот такой хороший трехэтажный с верандой. Короче, библиотека очень клевая. Здесь можно помедитировать. Многие, кстати, даже ребята приходят в выходные сюда поработать, почитать, расслабиться. Вот. Ну, здесь просто уже такое офисное пространство. Просто принтер. Просто мешок для бумаги. Вот здесь бухгалтерия. Ну, можно сфоткать, посмотреть. Поскольку мы уже сейчас большие, то можно посмотреть, кто из достойных людей сидит в этой комнате. Здесь финансы, юристы. Там все пришли, минус так же. Ну, мы туда не будем заходить. Да, и здесь ноги. Непонятно, мужские или женские. Так, в общем. Ну, для фут-фетишистов, короче. Толерантные ноги, назовем это так. Угу. Вот. Здесь написано «Слезное озеро». Если вы думаете, что здесь проходит перформанс-ревью и рыдают разработчики, то я вас расстрою. Ни хрена. Это душевая. Как говорят классики, душевая должна быть такой, чтобы хотелось броситься сюда и принять душ. Нет, душевая реально топовая. А запах-то какой вкусный здесь. Чувствуешь апельсинчиком, да? Чувствуешь? Вот, здесь все есть. И полотенца, и кондиционеры. Короче, просто приходишь, раздеваешься. Честно, хоть раз мылся здесь. Да. После тренировки порос. Да нет, очень клево. Здесь напор воды. Хорошо, смотри, еще здесь всякие эти диспенсеры. Все есть. Сантехника. Короче, не, очень классно. У нас, правда, мы когда его построили, была небольшая авария. Почему-то там некачественно подсоединили протекал. Мы его на пару недель закрывали на ремонт. Вот, сейчас все в порядке. Даже фен есть и палочки для ковыряния во всех местах. Так что, выйдешь максимально чистым. Вот. Тут у нас, друзья, кофе-поинт. Кофе-машина. Чай, кофе, все стандартно. Кружки. Тут, наверное, не удивишь. Вот, кто-то коллекционирует сахар всевозможный. О, прикольно. Из разных заведений. Я тоже такое хочу. Во. О, я даже не видел, представляешь? Пиццерия Милана. Это, кстати, один из конкурентов был в Сыктывкаре, когда Дода еще таким локальным игроком была. Вот. Здесь еще соковыжималка. Утром у нас сок апельсиновый, свежевыжатый. В таких нечеловеческих условиях приходится работать, друзья. Это фото наших сотрудников. Примерно так они приходят на работу, потом мы у них отнимаем паспорта и не отпускаем из офиса. Ой, это ж Юлька, Юлия. Да, Юля, вот, Алена, Федор, все, в общем, известные люди. А где Федор, подожди. Вот, Федор. А, точно, Федя. Вот. Очень похож. Кого еще показать здесь? Алена. А ты-то где? Я в старом офисе вешу. Я должен быть, я должен быть с этим. О, Мишка Рубана. Со львом игрушечным я должен быть. Наверное, часть в старом офисе. Вот. О, Галя Витошкина. Тоже похожа. Да. А, вот я, кстати. Да, со львом уже говорю. И кто это такой? Было, стало. Одно лицо. Вот я вам поближе. Хотя люди, когда уходят, мы их фото не убираем. Здесь есть даже ребята, которые не работают. Но все равно прикольно. Не, очень круто. Да. Ну, в общем, да. Так, пойдемте дальше. В переговорку. Это такая самая большая переговорка. Называется «Белая королева». Потому что в ней стулья белого цвета. И есть еще у нас «Красная королева». Как поняли из названия, у нас все связано с «Алисой в стране чудес». Поэтому у нас есть и «Сумасшедший шляпник», и «Красная королева». И «Кролик», и «Белый», и вот «Две королевы». Слушай, Дима, а можно об этом говорить? Кто еще дизайн делали? Наши или… Наши, да. Наши. Команда проектирования делала. Все придумала. Класс. Класс. Я думаю, у нас странцы, на самом деле. Здесь вот еще перегородка. Она раздвигается. Вот. И здесь, короче, вот такие штуки. Специальная крутилочка. И стена удвигается. И переговорка расширяется. Очень похоже на ключ, как вот в поездах, знаешь? Да. Но чай не принесут. Вставляешь два. Выходит женщина с гремящими бокалами и говорит, берите чай. Вот. На стенах можно рисовать, что в принципе видно. Тоже особая боль найти краску, которой надо покрасить стены, чтобы потом все стиралось без отпечатков. Но периодически просто, когда мы стены засираем, мы их просто перекрашиваем. Ну да, так проще. Да, так проще. Вот. Пиши на мне только маркером для белых досок. Но. Это не помогает. Кого это останавливает? Это тоже коллажи. По-моему, кто-то нам присылал из клиентов, кто-то из комьюнити. Даже, честно, не знаю. Комикс смотрел. Вот, тут специальные планшеты. Если ты забронировал комнату и не подтвердил, нажать подтвердить, что ты здесь, то бронь слетает. Это вот специально для людей, которые бронируют, не приходят. Что там занято сейчас? Да. Там Лана сидит и работает. Видишь, мы с тобой болтаем, а Лана работает. Это лобное место. Здесь проходят еженедельные встречи. Здесь есть люди, которые делают вид, что работают. И такой вот небольшой open space. Вообще, у нас офис такой открытый. Он на комнаты разделен, но есть вот такие открытые места. Здесь еще есть стена с живыми растениями. Прям прикольно. Приходят два раза в неделю специально обученные женщины, которые их там поливают, подстригают, ухаживают. Очень круто. Вот это я очень люблю. Это капсулы. Вот, если хочется поорать, то у нас вот была комната звукозаписи, но есть еще и вот такая история. Приходишь, садишься, закрываешься и ставишь кальян, разливаешь пиво и начинаешь работать. Вот примерно так это работает. Поскольку все любят созваниваться, нужно больше таких переговорок. У нас их штук, не знаю, штук семь, по-моему, разбросано. Ну, тут, кстати, написано свет, вентиляция. Написано, значит, кальян, пиво и закуски. Все в переводе с английского. Здесь есть диван для тех, кто... То есть ты владеешь, да? Вообще, английским, как родным. Ридо Таратслейт в из дикшнери. Так, что тебе еще показать? Вот, например, здесь классные мониторы. Смотри, будущее. Сейчас до монитора выдадим. Вот здесь будущее. Когда мы зажигаем выключатель, будущее загорается. И будущее яркое. Когда мы выключатель выключаем, то будущее туманно. Здесь раньше IT сидел, сейчас команда проектирования сидит. А вот там в углу команда бизнес-девелопмента. И у них все метрики на экране. Показывать ты их можно? Валера, расскажи про метрики. Можно их показывать? Да, они все равно все неверные, поэтому можно показывать. Да, мы, короче, здесь работаем, оборудовали наше место. Там у нас купе для переговоров. Проводник чай приносит. Вам надо ближе друг к другу вставить микрофон. Вот, потом у нас еще будет мигалка, короче, она будет вы-в-в-в-в-в делать и говорить, типа, открыл еще писарей, можете быстрее. Ну, это прикольно. Это будет нас стимулировать. Вот, все дела. Короче, приходите, будем открывать писарей. Если вы еще не открыли писарей, то дудофранчайз.ру. Оставляйте заявку, подписывайтесь, колокольчики. Комментарии. Вообще опытный блогер, да? Да, опытный. Мы экскурсию по офису пишем. Спасибо, Валера. Видно, видно. Короче, если кто-то хочет купить франшизу, вот, пишите Валерию Старостину и оставляйте заявки. Так, ну, пойдем дальше смотреть. Здесь у нас команда технической поддержки, наши админы. Синадо какой-нибудь проводочек, зарядочку, колонку, пилот. Ну, удобную лодку. Да, удобную лодку, сапборд, новый ноутбук. То, пожалуйста, вот. Ну, такая не рано, да, уходит, я смотрю. Да, да, не дорабатывает, я согласен. Ну, уж на обед ушли. Здесь вот такая типичная комната команды. Здесь, собственно, рабочее место, мониторы. У нас у всех макбуки, поэтому у разработчиков некоторых, кому нужны эти десктопы. Но в основном, там, две трети, наверное, это маки. Потому что у нас все, в принципе, там, dotnet core и, короче, совместимо. И поэтому куча мониторов с кабелем. Просто пришел, кабель в ноутбук воткнул, вот так вот. И все, и у тебя и зарядка, и дубликация экрана, и все у тебя красиво по жизни. Доски обязательно, чтобы можно было что-нибудь нарисовать. Или написать неприлично. Да, у нас матом не ругаются. Это коллеги наши, не знаю, чем они занимаются. Он в соседнем офисное здание, и мы иногда периодически друг другу шлем сердечки. Я там в канале у себя даже пост писал. Мы здесь из стикеров сердечко сложили, и там вот сложили нам в ответ. Вот, вот это сердечко. А, вот это? Да, да, это они нам в ответ. Нас, короче, тут помыли уже. Ты вон, может, так, чтобы меньше бликовало. Да видно, видно, на самом деле. Да, да, мы свое сняли, а они, видишь, поэтому их любовь теперь безответная. Да. Пойдемте дальше. А еще, вот, смотрите, этот лонгборд, правильно называется? У нас, короче, есть периодические номинации, какие-нибудь проект года и так далее. Но мы не про эти вот пошлые денежные призы. Мы дарим что-то прикольное. Я как-то выиграл мне тарелочку для фрисби, подарили. Ребята, обычно командные выигрывают. Вот в прошлом году были такие лонгборды. Поэтому очень прикольная история. У нас фото катается. А кто придумывает эти призы? Не знаю, вечеры каждый раз какие-то прикольные. Должно быть что-то прикольное, не суперценное, чтобы не было такое, почему ему дали, мне нет. Но и какое-то заряжающее. Вот прикольный пример. Вот. Пойдемте дальше смотреть. Да, есть. А, еще вот, видишь, отдел ковролинга. Здесь раньше команда сидела, которая контролингом занималась. И у них вот это была шутка ковролинга. У них даже коврики для мышек все были в форме ковра. Я такие видео на Алике. 300 рублей стоят. Так, на доске мы не будем показывать. Да, но здесь вот тоже можно посидеть, покачаться. Представить, что ты на даче. Особенно, если повернуть туда, вот к цветам. Да, что-то есть похожее. Тут люди, которые работают. Знаешь, что я, как только пришел сюда в компанию, вот на что я обратил внимание. Значит, набираем для заказа пиццы. Горем. Вот так вот. Кто помоложе, вы даже не знаете, что это за устройство. Это не факт, друзья. Это телефон. До айфонов люди вот общались вот так. Сейчас мне двойную пепперони, пожалуйста, большую на четвертый этаж. Вот так примерно это работает. Шутка, конечно же. Ну и в течение часа все приедет. Он же не подключен, но, возможно, приедет. Вот. Это Владислав, лидер команды HR Евразии. Единственный человек, который работает в этом офисе. В такой поздний час. Важный момент. Смотрите, мы верим вот в эти, называется, информационные радиаторы. Поэтому важную информацию по офису расклеиваем. Это календарь нагрузок в пиццериях. Нужен для того, чтобы мы планировали выпуск каких-то обновлений, нововведений и прочих историй. Например, захочешь ты в конце марта какой-нибудь апдейт бахнуть. А там рестораны готовятся к лету. Сезон активной работы ресторанов. Поэтому, если какие-то надо нововведения, стандарты, новые веранды, лучше сделать это до, либо после, уже на следующий год. Очень здорово помогает. И как раз следуя вот этому календарю, я в Гембо ходил. Соответственно, если хотите жаришку, то идите в Гембо в декабре, в январе, когда снег, сугробы. И ты попал. Да, и вы там доставляете, пытаетесь припарковаться и так далее. Слушай, расскажи, что такое Гембо, возможно. Я, конечно, рассказывал у себя, но тем не менее, многие... Это когда мы ходим работать в пиццерию. Или садимся на техподдержку. Или с маркингом что-то делаем. Приходишь, надеваешь форму, и либо раскатываешь пиццу, либо ее доставляешь. Все очень просто. В зависимости от того, чем тебе надо позаниматься. Я вот так как раз два раза курею. И потом писал длинные посты, рассказывал, что мне не понравилось. Это очень крутое, на самом деле, поведение, когда ты, по сути, в поле выходишь и понимаешь все проблемы. Действительно, не только Влад работает в нашем офисе. Есть еще другие люди. Вот здесь маркетинг, разработка и другие достойные люди. Есть разные премии. Видите, как мы к ним относимся. Ставим на полочку, протираем. Классный телек. Телек, да. Обычно просит монитора побольше, но те, кто просит монитор поменьше, мы вот такой телевизор и такие даем. Вот это макет нашей пиццерии. Тоже кто-то сделал, подарил нам. Тут прям реально она очень нереалистичная. Даже, видите, тут кто-то заморочился. Кусочек пиццы сделал, бутылку колы. Прям очень прикольно. А ты знаешь, что там на батарейках подсветки каким-то образом включаются? Да, да. Не знаю, как включаются. Где-то есть это. А, вот. Не-не, скорее все сели. Но когда я только пришел в компанию, он мне еще работал. Это центральное место с психоделическим полом кухня. Вот. Стол для свадебных торжеств и важных переговоров, где люди едят. Раздельный сбор мусора, опять же. Кофемашина. Еще одна. Причем кофемашина такая же, как в пиццериях. И зерно такое же, как в пиццериях. Сейчас покажу. Если найду, где зерно. Потому что мы пьем то же, что и наши клиенты. Вот. Наша фирменная смесь 100% арабика. Такая прикольная майка. Смотри, там ковер. Спасибо. Что еще тут показать? А, вот. Окно в Европу. Окно в офисе. У нас куча офисов. Вот это мы. Омега. Офис в Нижнем Новгороде. На связь не выходит. Коворкинг в Санкт-Петербурге. Офис в Алматы. Офис в Москве второй, куда мы сейчас пойдем. Дубай. Ну, видите, там уже темно. Сыктывкар, наш первый офис. Здесь вот в Сыктывкаре раньше была пиццерия. Прямо реально пиццерия в офисе. Мы там учебный центр был. Партнеров обучали. Печь стояла. И кофе был платный. Там за символические деньги. И реально кассовый аппарат ставил. То есть, им нужно будет кофе налить. Пробить самому себя. Платить картой. Потому что он реально в налоговую отправлялись. Сейчас у нас учебный центр в Москву переехал. Поэтому это такая вот больше офисная сейчас история стала. Мы друг другу тут можем помахать. Когда кто-то в каких-то командировках и послать привет. Пойдемте, да пройдем. Вернемся на наш путь истинный. Здесь у нас был вендинговый автомат. Кухня на районе. Но, к сожалению, после всех событий пришлось его убрать. Сейчас ждем нового подрядчика. А так можно было еще еды. А кто будет? Непонятно. Кто-то будет. Ну, холодильник. Еще тут еда. Тут еда. Видите? Пиво нет. Мы все здоровы. Все зажили. Пиво вон там в капсулах осталось. Смотрите, сок. Масло оливковое. И ряба постный. Что означает, что мы на ЗОЖе. И активе. Откуда у тебя это в голове? Не знаю. Это рождается спонтанно. Смотрите, еще один лонгборд. Тоже. Оля выглядывает. Маля с командой. Вот. Как раз за проект года. Можно даже найти номинат. Вот. Проект года для клиента. Кайф. Вот. Видите, еще делали. Видимо, они надеются и в этом году что-то получить. Задел есть. Дырки сразу же, видишь, посверлили. Ни на что не намекаю. Либо они ждут треугольный подарок. Треугольный лонгборд. Вот. Тут смотри, еще тоже ребята тестируют. Это сумка наша, термо. Для курьеров. Они ее используют либо для съемок роликах каких-то, либо реально тестят. Вообще, в принципе, мы много чего тестим перед тем, как внедрять на сеть. Поэтому у нас даже целая R&D команда есть. Вот это опять же капсула. Помните, да? Кальян, закуски и не помню, что ты знаешь. Рыба. Рыба, да. Вот. Макс работает. Макс наш директор по маркетингу. Видите? Топ-менеджеры работают. Одним из тобой ходим. Тут бездельничает. Здесь надо сделать небольшую паузу, глубоко вдохнуть. Мы входим в территорию дизайна. Сейчас приготовьтесь, друзья. Будет очень красиво. Поэтому детей уберите от камер. Заходим. Здесь опять же наши коробки. Разные, разные тематические. Это ребята как раз делают. Команда коммуникационного дизайна. Коробки, наружные носители, макеты на ТВ-бордах. Это все они. Можно к вам? Значит, Дарья. Главное у нас по красоте. Смотрите, как заходят в комнату, дизайнерам, чтобы задачу взяли в работу. Во-первых, есть ковер. Надо сначала упасть на колени и высказать почтение этим уважаемым людям. Во-вторых, поклониться птице. Почему не светится, не знаю. Здесь, собственно, ребята рисуют всякую красоту. Проектируют упаковку. Видите? Возможно, что-то такое пойдет. Скоро в работу. Видите? Типа хэппи милу. Салатницы. Вот. Это, возможно, тоже будет, видите, новый дизайн. Дизраптовый. Ярослав. Даш, ты что делаешь? Расскажи нам. Я продвигаю всю красоту, которую делают дизайнеры. Вот так вот. В интернетах. Вот. Здесь тоже люди работают. Какой-то странный макбук с квадратами, не знаю. Видимо, яблоко не отрендерилось еще. Пиксельный. Пиксельный какой-то, да. Шакалистый. Метод прогрессивного джипега не сработал. Видите, ребята разбираются в шрифтах. Поэтому аэрофотосъемка. И, значит, фото заряжено на все. Поэтому вот поснимаем. Немножко прикоснитесь к красоте. Можно? Да. И через камеру мы тоже передадим заряд. Можете потом видео на паузу поставить. И заряжать воду, и кремы. Да. Правильно? И крема. Покидаем территорию красоты. И переходим к нашему кофейному стартапу. Вот. Внимательный зритель может уже увидеть, что мы входим на территорию Дринкета. Это сеть наших цифровых кофеен. Потому что здесь разное оборудование, стаканчики. Ребята тут все тестируют. Вот здесь сидят. Можно узнать по синим цветам. Здорово. Привет. Здорово. И написано Дринкет и Кит. Это для совсем уже находчивых, кто совсем не следит. Ну, собственно, здесь команда работает. Причем так получилось, что большая часть команды в Москве. Это R&D, обучение. Все. Вот. Еще вещи людей. Переходим на территорию supply chain. Ребята, которые занимаются закупками, коробки. Вот, кстати, термокоробки. Обратите внимание, ваша пицца не остывает. Потому что здесь специальная фольга. Она сохраняет тепло. Вот так закрываем. Все. Привет. Мы снимаем видео. Рассказываем про офис наш. Здесь, если бы мы были старыми дряхлами, мы бы сейчас присели сюда, отдохнули. Потому что путь не близкий. Но здесь такой небольшой тестовый стенд у нас. Это команда, которая занимается кассами, кассовой техникой. И она здесь все тестирует. Вот, смотри, здесь чеки. Чеки вот тестовые. Здесь камера висит. Трогать нельзя. Потому что в эту камеру смотрит удаленный разработчик и видит, какие чеки печатаются. Прикиньте. Периодически там кто-то проходит локтем, сбивает. И они пишут в чат нам, ребят, пожалуйста, поправьте камеру. Не видно, какой чек напечатался. А это телеки, точно такие же, как в пиццериях. Здесь тестируются новые макеты, новая анимация, цены и так далее. Вот. Ну или кто-то выводит здесь уровень запасов на складах по подкатегориям. Судя по графикам, скорее всего, команда supply chain. Вот. Такой полноценный тестовый стенд. Здесь даже прям, а вот видишь на этих, если касса пищит, касса прям как в пиццериях. Вот. Это, опять же, такая встроенная выставка. У нас бизнес на стыке оффлайна и онлайна. Поэтому надо тестировать все решения наши. Вот. Ну, здесь тоже какие-то игрушки. Игрушки, личные вещи. А здесь, друзья, приоткрою завесу тайны. Здесь сидит команда производственной эффективности. Она решает, как выглядит та часть пиццерии, которую вы не видите как клиента, а именно кухня. Как заказы собираются, как их упаковывают, как их выпекают. И если смотрели фильм «Основатель» про Макдональдс, как нам лучше всего расставить оборудование, ингредиенты, чтобы заказ самым быстрым образом собирался. Они здесь проводят тесты, тестят оборудование, много чего у них. И пытаются собрать эту производственную линию. Вот видите, цитаты умных. «Стремление усложнять вещи – это ваш враг». И другие цитаты из пабликов. Ты представляешь, я ни разу не видел, на самом деле, вот эта картина. Я стеснялся сюда заходить. Поиск UFC-шный. В каком-то году, не помню уже сколько, год-два назад мы выиграли награду за лучший блок на Хабре. Поэтому разработчики на Хабр Додо Инжиниринг подписались сейчас быстро и почитали статьи. Вот это такое прям реально. Видите, Хабр Додо Инжиниринг. Трутое время. Да. Наша награда. Учитывая, сколько на Хабре токсичных людей, такое премия очень тяжело зарабатывает. И вот ребята, собственно, готовятся. Видите? Этот мужчина пока несчастлив, но когда его расставить в правильное место, он покраснеет от счастья. Этот черный совсем грустный, но если его поставить в правильную диспозицию, он станет счастливым. Вот здесь, вот смотри, видишь, как клиенты. Вот кассовая зона, вот киоски самообслуживания видно, да? ТВ-борды. Вот еще зона киосков. Это вот уже зона рабочая. Лотки с тестом стоят. Тесто мы не замораживаем. Охлажденное у нас, вызревает. И многие не тесто, а клопки называют. Клопки, да, плюшки. Все такое. Здесь, соответственно, комната такая. Выручай комнату называется. Здесь можно поставить кальян. Можно созвониться. Здесь обычно снимаем обувь, садимся, и здесь классно. Она не бронируется. Такая просто выручай комнату, если нужна переговорка, и она вдруг свободная, то можно зайти сюда. ЛЗ-шка. Да. Банка тушенки на черный день. И она вот здесь, видишь, прямо называется «Выручай. Переговорка». Она вот такая. Самая темная часть, самая пыльная часть нашего офиса, это, конечно же, спортзал. Здесь, наконец-то, починили кондиционер. О, боже мой. Ой, как здесь хорошо-то. Поэтому здесь можно подвесить свою тушу в неестественной позе. Здесь можно поиграть в настольный теннис. Ты умеешь, кстати? Ты смотрел фильм «Борат» или нет? Да, конечно. Ты помнишь кадры, когда они в теннисе играют? Вот. Здесь, в общем, на случай важных переговоров есть перчаточки, груша, валики всевозможные. Раньше спортзал был там, где Кепстер сидел, но сейчас вот места мало, чуть мы не подрассчитали, и поэтому его перенесли сюда. Вот. Здесь можно много чего сделать. Так что... Че, давай прервемся, рубанем сигарей. Да как так-то? А? Вроде... Кноу его? Не, да, еще пару раз. Надо. Все, надо оставаться в пятницу. Воскрешать теннис на коменте. Смотрите, друзья, какая красота. А теперь посмотрите вот сюда. Это вот оно и есть. Первая в мире цифровая кофейня. Супер клевое приложение. Сделали заказ заранее. Сейчас с Андрюхой подходим и уже будем забирать наши напиточки. Смотрите, пока Бористо готовит, вот мой флаквайт уже готов. Видите? Дмитрий 320. Здравствуйте. Это не лет мне, это номер заказа такой. И там тоже Дмитрий и Дмитрий. Два Дмитрия в работе. Заказ можно сделать через киоск самообслуженности. Смотрите, какая красота. Просто все открывается, все наливается. Капучино. Можно добавить сырную пенку. Можно добавить банановое молоко. Или даже безлактозное. Можно сделать декаб. Можно сделать погорячее. И добавить еще вагон топпинг. А знаешь, от чего я кайфанул больше всего? Вот чего мне бесит кофейник? Ты делаешь заказ, просишь погорячее. Не делаю. Не делаю. А здесь немножко. Вот представь, утром ты приходишь. Вот, друзья, утром вы приходите злые и говорите мне, пожалуйста, латтаны бананового черничной посыпкой. И Бористо может перепутать. Сзади вас может столпиться в очередь. Вас будут переспрашивать. А тут вы киосочки все сделали. Сохранили напиток в избранное. В следующий раз нажатием одной кнопочки сделаю. Все удобно. Вам здесь все приготовили? Топовое зерно. Отличная атмосфера. Умная выдача. Это наша собственная IT-разработка. Программно-аппаратный комплекс. Печатаем пока что у нас на 3D-принтерах. Наша собственная микросхема. Здесь имя, номер заказа. И когда я заберу, оно погаснет. Вот сейчас нам напитки приготовят. Терминал в оплате сразу же встроен. Ничего делать не надо. Просто заказываем. Просто видим, что происходит. А ты еще поешь себе что-то взял, да? Я взял сэндвич небольшой. Так что сейчас мы прервемся на небольшую паузу, чтобы я не чавкал в микрофон. Можно даже Pure Over V60 заварить воронку, если вы понимаете, о чем я. Ценитель, спешлти. Будете пить, отгибать пальчик. Можно поставить приложение. Вот QR-кодик есть. Ведь и кофе, и еда. И действительно, и кофе, и еда, и клевое приложение. Так что устанавливайте, приходите в кофейне. И здесь вот в бизнес-центре дофига кофеен. Мы просто видим, что многие закрываются и открываются, а мы остаемся. Здесь уже третий год. И весь трафик сюда выходит. Да, да. И все в основном приходят сюда. Причем, смотри, еще есть у нас нормальные столы. У нас есть розетки. У нас есть, можно с ноутбуком поработать. Есть телефончик подзарядить. Вот все. Здесь даже вешалочки для одежды. Можно все повесить, чтобы комфортно посидеть. Мы не как вот эти вот в кофемании с навязчивым сервисом. Каждые пять минут. Закажите что-нибудь еще. Уже пять минут ничего не заказывали. Закажите что-нибудь еще. Все спокойно, без давления. Как ты меня расслежешь? Дмитрий готов. Забираем. Один Дмитрий берет капучино с сырной пенкой. Второй Дмитрий берет флэт вайт с грейпфрутом. Я тебе переведу. Ничего страшного. Все, погнали. Приятного аппетита. Спасибо большое. Итак, вторая часть нашего видео. Давай, Димон, вещай. Фигура вторая. Старый офис. Он же Омега. Ой, нет, не Омега. Он же просто Додо офис. Ленинская Слобода, дом 19. Сейчас мы пойдем внутрь смотреть на красоты. Заходим, друзья, в наш гостеприимный старый офис. Добро пожаловать в наш офис в Москве. Мы не шутим. Добро пожаловать, друзья. Запускаем оператора. Спасибо. И заходим. Видите, здесь, если вы вдруг забыли, где мы находимся, это офис Dodo Brands. Раньше здесь сидели айтишники, поэтому он назывался айтишным. Про себя. Здесь карта не такая интерактивная, как в том офисе, потому что айтишники уехали. И здесь старая офлайн-карта, количество точек, пиццы, кепстеры и дринки-то, наши пиццерии. Но вы понимаете, что офлайн-карта так часто не обновляется, поэтому некоторые точки я бы зачеркнул. Но здесь можно посмотреть, в каких странах мы есть. И за кадром я говорил, друзья, я хочу разыграть, я не знаю сколько, ну 5 комплектов возьму, да? Да. Подписчикам, которые напишут, хочу Dodo книгу. И подпишутся на канал. И подпишутся на канал, тут их две штуки, очень интересные, легко читаются, сам прочитал. Сборник рассказов, где-то 3,5 часа у меня ушло, потому что не как роман, а просто разные рассказы про нашу жизнь. Ну что, погнали смотреть, пойдем сразу прямо в Святую Святых. Это Оранди-лаборатория. Здесь ребята тестируют оборудование, тестируют новые ингредиенты, тестируют вообще все, новые процессы. Там дальше есть фотостудия, видите, написано, проходить не будем, значит надо тут переодеваться, халаты надевать. Все, что на сайте вы видите, в приложении, все фотки вот здесь сделаны в Фотолабе, это реальные продукты, мы там не используем клей ПВА, пищевые какие-то штуки и обувной крем, как используют фотостилисты. Мы выпекаем продукты здесь, сразу их фоткаем, поэтому обновить фотобанк это целая история. Даже когда у нас была пиццерия в Великобритании, мы муку сюда привозили, прям британскую, здесь выпекали, чтобы корочка была другая, ее фоткали. Поскольку процесс долгий, например, когда мы в Штатах запускались, мы запустили сайт без фото. Ну потому что тогда не было денег и времени отфоткать, у нас были просто такие плейсхолдеры в виде коробок. Вот здесь ребята все тестят, смотри, здесь прям экран, камера, поскольку сейчас многие удаленно работают, они иногда удаленно созваниваются, показывают, что получилось. И вот знакомые всем наклейки, патруль качества. Поэтому если приходит какой-нибудь поставщик и говорит, у меня прекрасная моцарелла, мы такие, окей, привози пробную партию на тест, мы здесь ее выпечем, высушим, померяем, попробуем. Вот. Здесь вот печки, видите, XLT американская, стоит как крыло от Боинга, сейчас тяжело везти за ноль, итальянская, конвейерные печи. И там стоит наш еще Аббат импортозамещенный, вот ребята там тестируют. Она, кстати, неплохая. Да, она очень хорошая. Есть тестомес, вот здесь вместится тесто, вот эти колобки. У нас часть пиццерии есть, где тесто сами делают, на точке есть, ПРЦ у нас, распределительные центры, это такой завод, по сути, по производству теста. Там тоже можете в Ютубе видео найти. На сайте Dodo Brands, на самом деле, выходил же ролик про эти колобки. Там прям у нас все по пищевой безопасности, все там стерильно и прям реально как такая, как завод по просто производству. Они в лотки вот в эти тесто приходят сюда и вот лотками приходят. Лотки 15 сантиметров от пола, нельзя их ставить на пол. Ну, короче, здесь все по пищевой безопасности, видите, у нас все безопасно. У нас вы фасолью не отравитесь. Ну, вот опять же, тут крышечки, стаканы, салатницы, все возможное, что есть. Коробки, соусы, коробки вот в таком состоянии сложным приходят. Вот, их потом складывают. Поэтому, когда коробки делаем, важно, чтобы все прорезано было, проклеено. Вот, коробку раньше можно было вот так вот с маком сложить, сейчас, видите, все гораздо сложнее. Но, в целом, вот так она делается. Вот, видите, это давно я не был в гембере. Раньше я мог бы секунду опять сложить. Надо уже навык оттачивать ему. Да, надо навыки, и вот здесь, короче, вот так она, раз, два, и заправляется. То есть не буду портить заготовку. Вот, и они в сложном режиме. И существует вечный батл в пиццериях, когда складывать коробки до смены, но тогда они будут дофига места занимать. Или прямо во время, когда ты пиццу достал, нарезал, сразу ее сложил. Я когда ходил в Геббу, это же жесть была, праздники. Да, да. И там, на самом деле, складывали заблаговременно, отдельный человек стоял, крутил их. Я выходил к восьми, пиццерия с девяти открывалась. И первые минут сорок до открытия пиццерии я крутил коробки. Что еще дать первому стажеру? Ну, здесь, видите, тут открыточки. Хорошее место, согласен. Здесь гардеробная, выставка туфли, макосины, New Balance, Crocs. Здесь такой же календарь, потому что в этом и все тоже работают люди. И давайте даже проверим, синхронизирован ли он. 27-е. 27-е. Женя и Максим. Видите, они абсолютно идентичны. Вот. Мне дизайн этого календаря будто бы чуть больше нравится. Да, мне тоже. Должен быть из-за солнышка. Вот эти люди жизнерадостные, красивые у нас работают. Здесь вторая часть Оранди-лаборатории. Здесь работают наши бренд-шефы. Что-то изобретают, тестируют кофе, закуски. И здесь вот второй кусок Оранди-лаборатории, потому что не все оборудование в том помещении помещается. Здесь тоже поставщики, ингредиенты, продукты. Видите, специальный шефский китель Оранди-тим. Видите, не обманываю вас. Оранди. Видите? Здесь вот Даня сидит, он кофе занимается. Видите, у него есть разные кофейные пакеты. Вот примерно так выглядит типичный Оранди-менеджер Марат. Вот такие дела. Но вообще Оранди-шники прикольные ребята. Они еще нас периодически подкармливают всякими вкусняшками после какой-нибудь дегустации, тестов и так далее. Вот. Для того, чтобы стоять на месте, надо бежать в два раза быстрее. Это Брашов наша переговорка. И тезисы из Алиса в стране чудес. А мы двигаемся на второй этаж. Вот еще отзывы клиентские. Прямо в режиме реального времени. Без купюр. Все как пишут клиенты. Мы сразу сюда выводим. Здесь вторая порция людей, которых мы наняли на работу. Отобрали паспорт. Но помните, второй раз шутить не буду. Все достойные люди. Я, кстати, не знаю, тут разные или... Ну, кто-то дублируется. Да, я уже увидел, что дублируется. Это Алиса в стране чудес в разных-разных редакциях, на разных языках. Любимая книга Федора. И нам вот дарят ее там партнеры, клиенты. Разные-разные. Просто коллекция такая вот у нас музей. Вот. Опять же, для старых пердунов есть пуфики и столики посидеть. Но мы полны сил и бодры, поэтому не будем присаживаться. Пойдем дальше. Кухня старого офиса. Вся мебель, все стулья точно такие же, как в пиццерии. Все столешницы. Я надеюсь, что зрители узнали. Да, специально сделано, чтобы вот так же, как в пиццериях, так же у нас. Мох настоящий. Вот он, стена из мха. Стоп. Вот. И написано, что мы, все мы здесь не в своем уме. Это правда. Если вы еще с нами, вы это уже поняли. Ну, здесь кухня и кухня. Здесь лобное место номер два. Такой конференц-зал старого офиса. Здесь мы проводим еженедельные встречи. Вы их узнаете легко место по YouTube-трансляции. Иногда кто-то нам внешние спикеры приходят. Здесь ставим стулья. OpenSpace занимается. И вот под желтой луной рассказываем, как у нас все интересно. Там у нас R&D, IoT-шная лаборатория интернет вещей. Здесь ребята собирают вот те самые умные выдачи из Dreamcata. Печатают ячейку. Там специальная такая нить, знаете, как 3D-принтер работает, нагревается. И вот буквально за считанные часы печатается новая ячейка. Да, я думаю, ребята в курсе. Да, здесь прямо здесь видно, что инженеры. Вот видите, это умные заготовки для умных выдач наших. Они таким модульным принципом. Там если один зуб выбили, второй стали, вставляется. И здесь они тестируют новые форм-факторы, новые форматы. Короче, здесь прям рай для инженеров. Вот. Видите, техдолг в этой коробке. Старья. Да. Вот видите, неоновая подсветка Dreamcata Cafe. И здесь ребята работают, планируют. Трогать руками не будем, но видно, что здесь рабочее место. Вот видите, как у папы в гараже примерно. Такой вайб. Я, кстати, когда мы в этом офисе еще сидели, вот здесь сидел. Тут команда разработки была, здесь у нас доска была для стендапа. Вот такие дела. Очень интересно. Как будто и экскурсия прям для меня. Конечно, так и крафтовая, видите. А люди просто подсматривают. Это телевизор. Вот мы с Андрюхой. Бодрые, свежие. Но тут, в общем, тоже что-то они тестят. А, вернее, это даже поверхность, наверное. Да. Вот. А в компании Philips. Ну, в общем, да. Чемпионат Европы по футболу не идет. Значит, смотреть нечего. Здесь рабочие места. Можно тоже подсаживаться. А здесь переговорка. А где Алена сидит? Алена в старом офисе. В том офисе, в котором мы были. Здесь, видите, фотостудия. Если вы подумали, что это магазин на диване, то нет. Это фотостудия. Привет. Здесь рождается красота. Самые стильные люди находятся в этой комнате. Здесь мы снимаем какие-то промо-ролики, что-то для тестов. Видите, здесь сколько реквизита. Потом все это обрабатывается, монтируется. И творческий беспорядок такой. Можно подобрать себе штаны, футболку, но ненадолго. А вот это переговорка Люберцы. Легендарная. Потому что у нас работал раньше продуктованер. Он был из Люберец. И когда офис-менеджеры назвали переговорку Фергана, он сказал, нет, это Люберцы. Поэтому это Люберцы. Вот. Сняли. Вот переговорка на двоих. Ой, она такая малышечка. Да, но очень уютная. Здесь можно что-то порисовать, сделать. Ну, вообще, у нас все переговорки уютные. Конечно, все сильно поменялось. Но раньше была одна из любимых переговорок моих. Жилетки Balenciaga нет и носков Gucci. Поэтому смотреть тут нечего. Закроем дверь за собой. Фотостудия. Ну, вот. А еще, помните, вот это про эти лонгборды я тебе рассказывал. В 2020 году мы просто коробки такие вручали. Тоже номинации «Инновация года», «Проект года для бизнеса», «Проект года для сотрудников» вручали такие коробки. Вот так повесили. Это, кстати, тоже переговорка. Самая маленькая называется «Мюнхен». Два человека, столик, и можно здесь просто посидеть, поболтать. Да, уютненько. А это? А, ну, тоже переговорка. Это тоже переговорка. Янтай. Так, идем дальше. Да. От кухни и второго этажа идем на третий. Ну, здесь тоже, кстати, окно офиса, видишь? Да. Вот, мы были здесь и пришли вот сюда. Вот такие наши перемещения. Алматы вообще не здесь. Теперь Алматы уже. Ночь наступила. Город засыпает. С Серегой Микриковым-то заздоровался хоть раз. Да. Календарь нагрузок в пиццериях, опять же. Здесь, короче, смотрите, здесь музей ДОДО такой импровизированный. Здесь много про что рассказать есть. Вот первый чек из первой пиццерии в Брайтоне, когда мы работали в Великобритании. Вот первый чек и первые фунты. 2017 год, видите? Королева Елизавета и вот первый заказ. Это прям классно. Ну, здесь вот ДОДО книга, значки со съезда партнеров, наше такое крупное мероприятие. Сама книга. Сама книга. Здесь вот первый доллар, который заработали в Оксфорде, когда мы в США еще работали, 2016 год. И там слева вот первый чек. Такая история, ностальгия. Это статья про Федора в китайской газете, когда в Янтайе у нас была пиццерия. Вот так выглядели где-то в году, наверное, в 2015-14 наши промо-материалы. Как это, ностальгируем. Олдскулы свело. Ну вот. Визитки. Да, первая доставка коптеров, мерч. Ой, у меня были такие. Стикерпаки. Были. Были снова киберпанк, коробка. С соусом киберкол. Вот здесь как раз коробки, я говорил, желтые, зеленые и оранжевые выцвели уже. Это вот Литва. И Румыния, по-моему, да, до пиццера Румыния. Ну вот, выглядели они так. Такой тоже музей сейчас выглядит по-другому. Но выцвели немного, к сожалению. Да нет, нормально. Все равно все видно. О, это, короче, дом Периньон Брюд Розе. У кого есть миллиард, можете выкупить. На самом деле шучу. Когда у нас Ебеда, управляющая компания, будет миллиард долларов, мы это откроем. Наверное, уже скоро. Проходи. Не бойся. Мы просто экскурсию по офису снимаем. Что еще рассказать? Ну, бутылку оставим пока что. Но скоро. Я чувствую уже. Чувствую. Это вот всякие стаканчики и, опять же, кофейное зерно наше. Все для оформления офиса. Ковер и пуфик. Кто-то любит здесь работать, можно прямо сесть в углу под лестницей. Практически как Гарри Поттер. Да, да. То же самое хотел сказать. Входим в игровую, она же библиотека, она же Dodo гостиная. Здесь PlayStation, проектор. Опускается этот экран. И мы раньше тут в FIFA рубились. А сейчас что? А сейчас PlayStation одиноко ждет. И никто не рубится в FIFA. Опять же, книги по маркетингу, разработке и сервису. Бизнесу, менеджменту. Короче, дофига всего. Да хоть посижу. Вот, видишь, это для людей, которые любят зависать в неестественных позах. Можно попробовать подтянуться. Ну, давай хотя бы разик. Все, что я устал уже. Ладно, все, что надо знать про мои спортивные достижения. Шведская стенка. Это самая маленькая была раньше тоже переговорка. Называлась Ханчжоу. Здесь раньше Федор сидел. Это, кстати, Федору подарили прям раскадровку. Это и парк южского периода прям реально один из кадров. Так что раритет. Слышишь, а Федор приходит? Да, иногда приходит. Ну, он сейчас в командировку, сейчас уже реже, да. А раньше вот здесь была, штаб был, оперштаб наш. Мы собирались на ключевые какие-то встречи, встречи лидеров. Такая переговорка, большая, гостей сюда водили. Здесь вот такое угловое место. Света очень много. И вот слева стена, на ней можно было писать, рисовать. Ну, говорю, в офлайн-режиме было прикольным. Раньше здесь я эту стену оккупировал одно время. Айтишный родмап сюда весил, чтобы все были в курсе, чем Dodo Dodo is занимается, чем разработчики занимаются. Ну, прикольно было. Вот, какие-то там страцессии здесь проводили, встречи. Даже проектор, есть видишь, камера. Периодически тут тоже собираются люди, но сейчас, если на встрече есть хотя бы один онлайн-участник, встречи сразу становится онлайн. Поэтому в основном сейчас все забиваются по углам и с ноутбуков созваниваются. Но было время, когда мы еще вот в офисе собирались. И даже, видите, пылиться. Facilitation Warehouse. Это всякие маркеры, стикеры. Вот, вы нам даже не знаете, что уже сейчас такое. Это вот ими пишут, вот так берешь маркер, открываешь и на листочке пишешь. Рука устает. Да, и укра устает. И все, это вот вам не на клавиатуре набирать. Вот, видите. Немножко игр. Опять Dodo книги. Пылесос. Взлетаем. Взлетаем. Это туалет. Давайте, интересно, зайдем. Ну, весь технологический процесс показывать не будем. Но здесь тоже есть душевая. И она тоже уютная. Я тоже в ней мылся. Да, мы делали зарядку. Есть место, где ты не мылся? Нет. Потому что гембо и полное погружение. Раньше здесь в этом офисе была какая-то компания электрическая. И вот этот вот весь угол, это был кабинет секретарши директора. И вся эта переговорка была офисом директора. Пойдем еще здесь пасхалку покажу. Вот в переговорке. Вот что это за дверь. А это вот директорский шкаф. Все правильно. Здесь сейчас мы для своих целей его приспособили. Но здесь висели всякие пиджаки, галстуки и так далее. Это был директорский кабинет на одного человека. Не жирно? Не, ну, директор, уважаемый человек. Наверняка была какая-нибудь табличка золотая, там, с черными буквами. Сидит уважаемый человек. Здесь секретарша. А вот это вот весь Дода гостиная, это был такой ресепшн. Здесь такая стойка приемная стояла. Вот. Поэтому мы очень хотели... Красиво жить не запретишь. Да, там, где мы сажаем 10 человек, сидел один. Вот, примерно так. Здесь сейчас у нас сидит корпоративная розничная сеть. У нас там свои порядка 40 пиццерий. Опять же, экран с метриками везде. Ну, ребята здесь тестируют всякое. Ценники. Киоски. Видите, прикольный этот воблер. Это знаете, что такое? Это порошок волшебный. Это не кофе. Это чистящий порошок для кофемашин. И таблетки. Машины у нас термоплан. Майбах в мире кофемашин. Поэтому за ними требуется соответствующее обслуживание. Привет. Привет. Скажите что-нибудь на камеру, мы снимаем экскурсию по офису. Всем привет. Welcome to corporate chain. Видите, в том офисе были, никто не работал, разработчики. Corporate chain работает. Всегда. Я с тобой в спортиве вспоминала, нам же нужно встречу сделать. Да, без проблем. В следующей неделе нормально? Давай. Я могу календарь посмотреть и выбрать свободно. Любой, да, да, да. Все там актуально. Видите, люди, корпоративно-розинство работы. Вообще у нас бизнес работает 24 на 7. Вот. Вот это меня интересует. Вы думаете, это ошибки локализации и кривая кодировка? Нифига. Это была у нас такая практика Stop the Line. Опять же, когда мы все сидели здесь еще. Здесь был полный этаж разработчиков. Если релиз был больше двух дней, длился календарных, мы врубали кнопку. Вот эту вот. Она уже все в батарейке. И лампочка мигала. Всем запрещалось писать код. Все помогали разгребать релиз. Ну, это из разряда, как у тебя ошибка на конвейере. И нечего там штамповать новые двери и диски. Ну, это из Тойоты. Тойота продакшн-систем. Надо помогать разгребать ошибку. Потом, когда ошибку убирали, все возвращались к своим делам. Ну, там ретро проводили, устраняли причину и так далее. Часто такое раньше было? Раньше было часто, да. Потом все меньше и меньше. Это где-то в 2017-2018 году активно использовали. Сейчас просто как вот напоминание осталось. Такая вот мигалка, сирена. Здесь видите отдел кадров. Отдел есть, а кадров нет. Да. Ну, вот Даниэла проходила как раз. Можно зайти посмотреть. Но здесь ничего интересного. Ну, тут что, папки, да, офис. Папки, папки до офиса. А здесь раньше была команда Code Monkeys. И видно, видишь, по следам от маркеров и от скотча, видно, что здесь раньше была доска. Там To Do, In Progress, Done. Видишь, карточки были? Да, конечно, вижу. Пробковая доска. Некоторые очень долго висели, судя по всему. Элит тайм зашкаливал. Да. Потом здесь была вот R&D Labо сейчас на втором этаже. Здесь 3D принтеры стояли вот здесь вот. Сейчас вот здесь отдел кадров. Здесь раньше тоже была переговорка. Посмотрим, что здесь сейчас такое. Она закрыта. Иначе кто-то работает. Вот. Ну, он такой вот. Круглый этаж. Можем пройтись. Но тут не суперинтересно. Да не, пойдем дальше. Раньше здесь висели планшета. Магниты прям специальные. Мы разбили планшетов 5, наверное, пока эти магниты прикручивали. Здесь был полноценный тестовый стенд, как в пиццерии. Планшеты трекинга висели, ТВ-борды и так далее. Вот. Сейчас, в общем-то, осталось только вот это вот. Уютненький этаж. Мне вам понравилось. Ну, все. Переходим к кульминации, друзья. Кульминации. Детей уберите, затаите дыхание. Слабонервных уберите. Здесь аккуратно можно головой удариться. Угу. Вот эту штуку. Поднимаемся с вами на самый верх. На крышу нашего чудесного офиса. Можно понять, в каких просто нечеловеческих условиях приходится работать. Просто, видите, кто-то работает все-таки в нашем офисе. А вот кто-то проводит one-on-one. Кто-то корпоративную встречу. Ребята, разработчики, планирование проводят. Вот так вот примерно и живем. Мне надо вид показать, какой здесь открывается. Нормально. Здесь мы проводим, проводили всякие прикольные летние вечеринки. Тут жарились бургеры, плов. Вот в доковидное время было круто. А люди вот из этих окон, из соседних офисов, видишь, вот. Ага. Они на нас смотрели и даже как-то нам плакат тут вешали. Да вы издеваетесь. Вот самое инстаграмное место. Вот тут встаешь на уголочек в цветах и сэлфяшку делаешь. Вид на ривьеру, на реку. Вот примерно так вот. Иногда здесь кто-то пообедать выходит, кто-то там встречу один на один провести. Мне уже даже снимать. А он ты дальше смотри, видишь, почему? Хочу глазами посмотреть, а не через камеру. Давай, вставай, посмотри глазами. Видите? Блин, когда такая погода, вообще кайф. Просто невыносимо, согласен. Очень красиво. И вот профиль Андрюхи. Мне очень нравится, когда вид на реку с невысокого здания. Да, да. То есть не когда-то на 150 этаже. Да, вот тут реально невысоко, смотрите. Ну вот. Так и живем. Здесь, кстати, еще ребята из РНД иногда сажали какие-то травы. Здесь овес они сажали. Еще что-то. Сейчас не знаю, растет или не растет. Незапрещенные в Российской Федерации. Незапрещенные. Разрешенные везде. Вот. А это наши ребята, это по сути. Да, ребята тоже работают. Видите? Причем он расскажет, что это была. Света. Мы к вам. Так, что, козыри какие? Ну, все съели. Даже ничего не делиться. Мы съели козыри. Козыри съели. Сучковатая состка. Я играю за шмальницу. Айтишники в таких нечеловеческих условиях работают. И планируются. Вот видите, 20 стори-поинтов. Блин, что ты за шутки? Мы не готовы к таким шуткам. Шутки за 150. И вот здесь вот был, как раз в этих окнах, это центральный офис, в котором мы были до этого. Вообще была идея у нас поставить батут, чтобы ты прыгал и с батута запрыгивал в старый офис. Или какую-то небольшую канатную дорогу здесь организовать. Это, кстати, тоже, видите, постоянно разбрасываем додо детям. Это такой бизи-борд мы тестировали, чтобы в пиццериях наших ставить. У нас есть пиццерии семейного формата. Там есть детские комнаты. И вот мы разное оборудование для детских комнат тестируем. Вот. Андрюхе понравилось. Я кайфанул. Приходите к нам работать. Это было очень интересно. Давай это, знаешь, что, закончим про вакансии. Да, друзья, у нас есть вакансии. Мы ищем продукт-менеджеров, ищем аналитиков, ищем разработчиков. Всех-всех ищем. Приходите к нам работать. Ссылочку оставим внизу.